Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И сегодня мы рассмотрим соборные послания святого апостола Иакова. Конечно, Священное Писание – это такая глубина необозримая, что сколько бы мы ни пытались его изъяснять, все равно будут какие-то вот стороны, которые нам так и останутся для нас таинственными, неясными. Но в то же время, если мы не будем погружаться в Священное Писание, это то же самое, что не пить воду. Если человек не пьет воду, он просто-напросто очень быстро от жажды умрет. А Священное Писание, Слово Божие, это есть вода, и вода живая для нашей души. И вот соборное послание святого апостола Иакова, оно начинается с таких слов. «Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном находящимся в рассеянии, радоваться». Прежде всего, автор послания, он прямо себя называет «Иаков». Он – Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, то есть он уже посвящен всецело служению Господа. Ну вот, а что же это, собственно, за Иаков? Потому что ведь было три Иакова, если так вспомнить. Один – это брат Иоанна Богослова, однако достаточно рано он был казнен по велению царя Агриппы. Другой – это брат апостола Матфея, Иаков Алфеев. Однако он проповедовал в основном вне пределов Святой Земли, уже после воскресения Господа. И вот третий Иаков – это Иаков, брат Господень. И, собственно, священное предание именно ему и приписывает, с ним соотносит данное соборное послание. Это Иаков, он еще называется Иаков праведный, потому что действительно вел очень праведную жизнь. Причем, что удивительно, вот древние повествования, уже очень древние от первых иков, они нам сообщают, что Иаков был старшим сыном Иосифа Обручника, представляете, то есть он был достаточно такого вот взрослого возраста, преклонного уже. При этом он действительно прожил очень много. Был такой старец, глубоко уважаемый всеми иудеями, и о нем все свидетельствуют, что он был человек праведный. Это описывает Иосиф Лавий, древний иудейский историк, но это описывают и древние церковные историки, такие как Евсевий Кисарийский, он ссылается на более ранних, на Егезиппа, ну и другие. И вот известно, что уже с детских лет Иаков вел такую чистую, девственную жизнь, он девство сохранил на протяжении всех лет своей жизни. Он не принимал алкоголя никакого, хотя закон это разрешал. Вот сказано, что не пил вина и секера. Ну, вино понятно, а что такое секера? Это другие алкогольные хмельные напитки, изготовленные не из виноградной лозы. Вот, они могли быть разные крепости, но тоже вызывали некое опьянение. Так вот, Иаков, брат Господень, он не принимал никакого алкоголя, он очень много молился. Да, надо что отметить, что во время земной жизни Спасителя вместе с другими своими братьями, Симон, Иуда и другие, вот кто еще, кого мы встречаем из братьев Господних, они еще не очень-то веровали во Христа как в Спасителя и окончательно уже убедились после воскресения Господа. Вот, в частности, в посланиях апостола Павла сказано, что уже воскресший Христос, он особого своего явления удостаивает именно Иакова. То есть, вот Иаков – это свидетель воскресшего Христа, причем именно ему наедине является воскресший Спаситель не с двенадцатью учениками, а вот именно одному Иакову. И вот эта встреча, возможно, окончательно его убедила, так что он становится всецелым последователем Спасителя, и чуть погодя он выбирается первым епископом Иерусалимской церкви. То есть, фактически, если так вот прямо сказать, ведь Иерусалимская церковь, она матерь всех церквей, это самая первая поместная церковь из числа всех поместных церквей, а там первым избирается епископом Иаков Правин, и можно сказать, что он вообще первый такой вот по значению христианский епископ, если брать древних епископов, в общем, самый первый среди всех святителей. Святители – это прославленные в лике святых епископа. Но повторим, что его очень уважали иудеи, и сохранились даже такие сведения, что каждый день он приходил в храм Соломонов молиться, даже ставит христианином, потому что храм-то был построен тоже по Божию откровению, храм Соломонов, и там он постоянно молился на коленях за грехи народа. И его молитва, вот его подвиг настолько был велик, что сохранили сведения, что его колени покрылись мозолями, и кожа огрубила, стала такой вот грубой, как у верблюда на коленях, потому что он постоянно на коленях молился, вымаливая прощение иудейскому народу. И вот он был очень уважаем, и тут вдруг фарисеи, законоучители и священнослужители иудейские начинают узнавать и слышать, что якобы Иаков тоже приверженник вот этой новой веры, веры во Христа, и приближался праздник Пасхи, это примерно 62-й год по Рождестве Христовым, и они решили как? Провести такой вот, ну не то чтобы эксперимент, в общем, они вызвали Иакова Праведного и сказали, что ты пользуешься огромным уважением, и вот давай при истечении всего народа ты с крыла храма Иерусалимского открыто скажешь и объявишь, что Иисус из Назарета был обманщиком. Но Иаков не стал возражать против того, чтобы подняться наверх храма, там были такие вот ходы, по которым можно было подняться действительно на крышу, на вот эти вот верхние галереи, и там, когда ему задали вопрос, кто же был вот этот Иисус из Назарета, то он прямо сказал, что Иисус из Назарета и есть подлинный Спаситель, Мессия, и что Сын Человеческий, ныне одеснуя силы великой на небесах. И как только услышали это фарисеи, законоучители иудейские, они тут же воскликнули, о, и праведник в заблуждении, ну и в общем они его столкнули с крыла храма, так что он упал вниз, но поначалу он не умер, он смог подняться опять-таки на колени, продолжал молиться, и тогда стали его забрасывать камнями, вот как сохраняется в древних источниках исторических, и один суконщик, который проходил мимо, он нес с собой скалку, или вот такую палку, который применяется при возделывании сукна, и вот он этой палкой ударил Иакова Праведного, и так вот Иаков принял мученическую кончину. Вот был такой удивительный человек, точнее не был, он есть, он на небесах предстоит и молится о нас, то есть не только тогда он на коленях молился за грехи людей, но и ныне на небесах он предстоит пред Господом, пред престолом Христовым, и кроме того мы знаем, что с древнейших времен сохранилась литургия с именем апостола Иакова, это древнейшая из всех существующих литургий, которая начало имеет прямо вот с первого века. И вот он написал послание, он обращает его, как мы уже зачитали, «двенадцатиколеном находящимся в рассеянии», то есть не только тем, кто находился вот прямо рядом с ним, мы знаем, что и евангелист Матфей тоже обращался к богоизбранному народу, и вот Иаков праведный, он пишет, но не только тем, которые живут непосредственно в обетованной земле, но и те, которые находятся в рассеянии, в разных местах мира, и которым поступает, только-только вот поступают сведения о Христе, и вот к ним обращается с этим посланием Иаков, а, собственно, его послание представляет такой сборник кратких наставлений. То есть это наставление в основном на нравственные темы, каким должен быть христианин. То есть, вероятно, все-таки он не просто обращается к иудеям неверующим, он обращается к тем, кто уже принял Господа Иисуса Христа, что, вот вспомним, апостол Павел называет христианскую церковь истинным Израилем. Вот те, кто приняли Христа, это и есть истинные израильтяне, потому что, собственно, христиане составляют подлинный богоизбранный народ, так как именно христиане и приняли обетованного Мессию, Господа Иисуса Христа. И вот таковым христианам, находящимся в разных местах, пишет Яков, и прежде всего он обращается к ним с приветствием радоваться, вот этого древнего приветствия радоваться, которое архангел Гавриил обратил к Деве Марии, «Радуйся благодатно, Господь с тобою». Вообще, конечно, это было такое древнее приветствие даже и у древних греков, но у христиан оно обретает новый такой смысл, потому что мы призываемся радоваться не просто каким-то вот жизненным радостям, ну, здоровью, какому-то благополучию, то, что ценилось среди язычников, а вот как пишет сам апостол Иаков, «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот что здесь удивительно, да, то есть, что вы именно радуетесь, когда впадаете в различные искушения, а что понимается, подразумевается под искушениями в данном случае, это испытания, которые, бедствия, которые обрушиваются на христиан, гонения, и нужно проявить стойкость своей веры, и вот он поясняет, «Знаешь, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот что, собственно, отличает христианина от нехристианина? Это действительно терпение. Если ты взрываешься по любому случаю, если ты быстро выходишь из себя и не владеешь собой, то что в тебе христианского? Какое отношение ты имеешь ко Господу Иисусу Христу, который претерпевал самые всевозможные гонения, притеснения, оскорбления? И вот именно терпение – это и есть то, что отличает христианина, и, в общем-то, конечно, на небесах мы можем увидеть самых разных людей, ну, конечно, те, кто сподобится достичь небесства, там они увидят самых разных людей, и тех, которые жили, может быть, не очень целомудренно, но потом покаялись, те, которые вели благочестивый с детства образ жизни, кого угодно, но там совершенно точно нет нетерпеливых, тех, кто не хотел понести какие-то жизненные скорби, принять Божий промысл и нести свой крест, возложенный от Господа. Вот именно терпение, оно и отличает христианина, поэтому Иаков и пытается и с этого начать свое послание, и он при этом что говорит? Что вот тут фактически эта мысль, которую в свое время преподобный Ефрем Сирин тоже объяснял, он говорил, что невозможно иметь терпение, если ты не будешь иметь долго терпение, то есть если ты хочешь потерпеть только какую-то малость, то где-то непременно сорвешься, а нужно быть готовым терпеть до конца. И вот Иаков пишет, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть христианин призывается к совершенству. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот так говорил сам Господь Иисус Христос. И, конечно, в чем-то, может быть, покажется, что это такая вот какая-то гипербола литературная, как можно достичь здесь совершенства. Ну, действительно, христианин не может именно здесь достичь совершенства, но земная жизнь полагает начало того, что приведет к совершенству уже в вечности. Если ты не положил это начало здесь, то ты не сможешь продолжить этот путь там. Если здесь ты не начал приобщаться к свету, то как там ты будешь приобщаться ему? То есть начало полагается здесь, а совершенство, оно достигается уже бесконечно, в вечно приобщении к бесконечному Богу. И Иаков, конечно, пытается показать, что вот из-за чего у нас основные проблемы? Из-за нашего безрассудства. Вот он говорит об этом так. То есть наши беды, отсутствие терпения и прочие беды. Из-за чего? Из-за того, что нам не достает мудрости. А что такое подлинная мудрость? Вот мудрость – это не многознание. Человек может быть ученым, он может иметь, допустим, два-три высших образования, но при этом в семье он совершенно не ладит ни собственной женой, ни собственными детьми, очень быстро разваливает свою семью. И такого человека не назовешь мудрым даже при всех его высших образованиях. А мудрость на самом деле – это рассудительность, это способность поступать рассудительно в самых разных вопросах, где нужно проявить доброту, а где нужно строгость, где нужно проявить какое-то вот милосердие, а где-то они не всегда нужно расточать все подряд тем, кто пользуется твоими средствами. То есть безрассудство – это тот же знак отсутствия мудрости. И вот подлинная мудрость, подлинная мудрость, она вот у таких людей, как, допустим, преподобный Паисий Святогорец, который закончил всего лишь четыре класса, а к нему тянулись в итоге люди, ученые там и писатели, и философы, и люди, которые что-то конструировали, даже бывало так, что к нему приезжали ученые, которые разрабатывали различные там механизмы и спрашивали у него совета, и он даже иногда на земле чертил вот эти вот детали по просвещению свыше от Господа, как Господь ему открывал, и так он подсказывал вот этим конструкторам, как правильно нужно им выполнить вот их разработку, потому что мудрость таких людей, как преподобный Паисий Святогорец, она от Бога, ибо подлинный источник мудрости – это только Господь, Он единственный премудрый, и подлинное ведение – только Его дар. И поэтому, если хочешь быть мудрым, если хочешь обрести рассудительность, то обращайся к Богу. Вот как говорит об этом Иаков, допросит у Бога, тот, кто испытывает недостаток мудрости. Вот, кстати, тут надо пометить, что далеко не каждый человек еще захочет признать, что ему недостает ума. Обычно каждый человек считает себя умнее другого, образованнее другого. Если его другие не понимают, то он считает, что это они не понимают из-за своего невежества. И вот в этом проявляется гордыня. А признать у себя отсутствие мудрости, отсутствие достаточного ума, в этом на самом деле проявляется уже смирение, и смирение и приведет человека к подлинной мудрости, на самом деле. Гордый человек никогда не станет мудрым, а смирение – это начало мудрости. Но для мудрости надо все-таки обрести от Господа особый дар, и Иаков, апостол, поясняет, что действительно Господь может наделить тебя таким даром, даром мудрости, и оказывается, как и всякий другой дар, надо просто обратиться к Богу. Сказано, допросит у Бога «Дающий его всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть Господь все подает просто, потому что для Бога несложно что-то сотворить, что-то подать. Собственно говоря, и нас Господь привел в этот мир, сотворил весь этот удивительный мир, красивый, с его бесконечными галактиками, удивительно красивыми звездами, и планеты, которые усеяны прекрасными цветами, небо над нашей головой, удивительным шатром распростершиеся. И все это Господь сотворил без каких-то чрезмерных усилий, а только по любви. И вот Господь все может очень просто дать человеку, лишь бы человек сам в простоте сердца обращался к Богу, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вообще вот святые отцы, насчет молитвы, чтобы молитва исполнилась, вот здесь Жаков говорит, что Господь дает всем просто и без упреков. Но чтобы Господь дал нам, мы и сами должны в такой детской простоте обращаться к Богу. Вот как дети обращаются к родителям, будучи уверены, что действительно родители во всем могут помочь и дать все. Вот так и мы в этой простой детской вере призваны обращаться к Богу и при этом просить с верой, немало не сомневаясь, поясняет апостол Илаков, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот как волны, да, когда они идут, вот одна поднимается такая, и кажется, что вот она такая вся великая, и вдруг раз она упала, и все, и как будто ничего нет. И то же самое у сомневающегося человека, то вроде бы он верующий и говорит, что вот я верю в Бога, я там молюсь, хожу в храм, то и то, а потом вдруг раз, и у него внутри пошли такие колебания, а поможет мне Бог, а смогу ли я попросить. И вот представьте, что человек становится на такую молитву, да, а у него внутри просто колеблется туда-сюда, туда-сюда, как вот эти вот волны скачут, его чувства. И получается так, что такой человек, он не может своей молитвой пробиться через, через пелену своих собственных мыслей, то есть он запутался в самом себе, и его молитва, она просто до неба не доходит. А для того, чтобы молитва была услышана, вот когда Господь действительно принимает молитву, когда вся вот душа, она в едином таком глубоком порыве, вот Господи, помоги, Боже, очисти меня грешно, прости меня грешно, Господи, спаси меня в этой ситуации, помоги мне. И когда ты вот как таким глубоким вздохом души обращаешься ко Господу из самых глубин сердечных, то тогда действительно Господь тебе поможет, несомненно так. А если сомневаешься, то нет. Вот как говорит и блаженный Феофилакт болгарский, ты или верь и проси, или если сомневаешься и не веришь, то тогда лучше на такую молитву и не становись. Это какой-то будет самообман. «Да не думает такой человек», продолжает апостол Иаков, «получить что-нибудь от Господа». «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот это очень интересное такое высказывание. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Эта фраза, она относится к любой сфере деятельности. Ну, даже вот иногда можно увидеть, как какой-то вот парень молодой, вроде бы он такой неплохой и образованный, и начитанный, а вот он все не женится и не женится. И он все время думает, то ли жениться, то ли не жениться, то ли вот общаться с этой девушкой, то ли не общаться. И вот у него колеблется вот эти двоящиеся мысли. И он не тверд во всех путях своих. Он не тверд на пути к семье, к тому, чтобы создать свою семью. Он не тверд в выборе профессии, потому что он думает, то ли вот этой работе себе посвятить, то ли той. Ты вот выбери что-то одно, и к чему у тебя сердце лежит. Прислушайся к голосу сердца, к своему вдохновению внутреннему, и уже дальше прорабатывай этот путь до конца. Потому что в любом случае, какая бы у тебя жена ни была, она все равно не будет совершенной. В ней окажутся недостатки. Какую бы ты не выбрал работу, все равно там будут тоже какие-то искушения, препятствия. Вот апостол Лаков говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение. Почему? Потому что это испытание приводит к терпению, а терпение то, что приводит к совершенству. И человек, который привык на работе своей терпеть, это тоже, это вот как обработка грани души человеческой. Вот когда какие-то там камни драгоценные находят, то они не имеют такого блеска, не имеют такого вот, они не сияют на солнце. Очень блеклые камушки на самом деле. Такой, в общем-то, несведущий человек, он даже не поймет, что это вообще какие-то драгоценные самородки. А вот чтобы увидеть подлинную красоту, надо этот камушек обработать, пообтирать, пообтесывать. И когда появляются грани, то они уже начинают блестеть. А за счет чего? За счет того, что приложились вот эти усилия и обтерлись грани. А вот душа человеческая, это тоже нечто драгоценное, как драгоценный камень, но необработанный камень. И нас искушение именно, они и обрабатывают, обтирают наши вот эти грани. А, собственно говоря, что вот эти вот грани? Это у нас то гордыня, то тщеславие, самомнение, все на себе сосредотачиваем. И через скорби, через жизненные испытания Господь стирает нашу гордыню. Вот человек гордый, это очень неприятный человек, с ним тяжело общаться. А смиренный человек, он очень просто в общении, и с ним легко общаться. И смиренный человек, это тот человек, который научился правильно принимать жизненные испытания и обрел цельности. А вот у кого двоящиеся мысли, у него цельности нет. Повторим, он и толком не женится, а если женится, потом будет сомневаться, и может и развестись, потом второй, третий раз развестись, и видит, что все везде не так. А почему? Потому что он не обрел внутренней цельности из-за того, что у него все время скакали мысли. Вот так человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Конечно, апостол Иаков, вот он высказывает своего рода такие афоризмы. И каждый афоризм, это может быть темой для пространного размышления. У нас вот сейчас нет столько времени. Мы должны прочитать это послание, немножко его изъяснить. Сейчас мы первую главу изучаем. И вот Иаков рассматривает некий уже такой вопрос о социальных неравенствах. Вот богатство и бедность, это сквозь все времена такая проблема, которая волнует людей. И Иаков вдруг высказывает такую неожиданную мысль. Дохвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он предет, как цвет на траве. Ну, почему брат униженный вдруг обретает высоту? А богатый вдруг оказывается унижен. А вот именно потому, что Спаситель произнес притчу о богаче и нищем Лазаре, как вы наверняка помните, как, конечно же, прекрасно эту притчу знал апостол Иаков, потому что все, что относилось к учению Христову, внимательно собиралось. И там мы видим, что если ты на земле получаешь непомерные богатства, наслаждение, благо, то ничего хорошего тебя на том свете не ждет. И в этом смысле богатство оборачивается унижением для тебя. А вот брат униженный, который здесь несет скорби, он обретает подлинную высоту и высоту там. И всякое богатство, вот как говорит Иаков, во-первых, богатый, он приедет, как цвет на траве. И тут приводится такой литературный образ. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота, виды ее так увядает и богатый в путях своих. Вот если взять каждый отрезок времени, длиной в человеческую жизнь, 60-70 лет, то непременно есть люди, которых все хвалят, 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 про них пишут заметки, публикуют. Ну, сейчас там в разных социальных сетях, раньше в журналах или где там еще публиковали. И то есть это люди богатые, которые достигли определенного статуса, положения. Причем иногда они действительно даже могут заниматься меценатством, там выстроить что-то, их имена вписываются, но проходит какое-то время, и про них все забывают. Здания, построенные ими, остаются, а имена их, написанные в этих зданиях, не значит абсолютно ничего для последующих поколений. То есть вот в какой-то момент огромные средства накопленные, да, это поражало взор людей, но очень быстро это уважение рассеивается как пар и остаются-то в веках кто. А вот кому больше всего сейчас и тянутся, и уважают люди? Вот мы упомянули того же преподобного Паисе Святогорца, у которого двух одежд лишних не было, или Серафим Саровский, который тоже ходил в заплатных ризах, а Ксения Блаженная, да, в оборванном мундире своего супруга ходила, потому что понесла вот этот подвиг юродства ради Христа, и до сих пор люди тянутся к ним, и к Блаженной Ксениюшке стоит очередь, да, и к Матроне Московской тоже, то есть взять вот чисто внешне, были нищие-принищие люди, а при жизни их особо-то не уважали, восхваляли вот разных там богатых, а прошло какое-то время, и оказалось, что вот эти вот униженные по меркам земным, в социальном статусе униженные люди, которые не имели даже места, где жить, как та же Блаженная Матрона Московская или Ксения Петербургская, у которой не было вообще своего жилья, а вот оказывается, они пред Богом возвышены, и Господь слышит их молитву, и по их молитве все получают помощь, причем и бедные, и богатые, и знатные, и незнатные, то есть вот оказывается, кто в вечности обретает подлинную славу, тот, кто здесь со смирением принял вот это унижение, эту бедность, эту нищету, и вот они обрели высоту, про которую пишет апостол Иаков. И вновь Иаков возвращается к теме искушений. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот в древности зачастую считалось так, что искушение, ну, в данном случае можно, искушение это как? По-разному воспринимается. Во-первых, жизненные испытания, невзгоды, то есть различные бедствия, которые на Иова Праведного навалились, когда он утрачивает все имущество, дети его погибают, он теряет свое здоровье, на краю смерти находится. Это тоже рассматривается как некое жизненное искушение. И вот в древности зачастую считалось, что человек претерпевает вот эти искушения как наказание за грехи. Как наказание за грехи. Но мало кто подымался вот до того вот прозрения, что искушение, оно еще и может вести человека к духовному совершенству, к большей чистоте. Да, грехи есть у нас у всех, конечно, мы страдаем за грехи, но Господь не, понимаете, это не такой вот какой-то прокурор-судья или там кто еще, который выслеживает, да, вот за что бы там человека наказать, там подметил, ага, вот тут-то оступился, ну вот на тебе там подзатыльник. Нет, Господь пытается через попускаемые испытания подвести нас к какому-то новому уровню жизни, когда открываются совершенно новые горизонты, и человек вот через такое попускаемое искушение, он обретает действительно венец жизни, вот пишет об этом апостол Иаков, то есть блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, вот от святой отцы говорили, кто не искушен, тот не искусен, а тот, кто проходит искушение, он становится духовно опытным. Вот такой человек получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В древней книге лук духовный рассказывается про пресвитера Конона, он был монах, но и в то же время принял священный сан, и он совершал таинство крещения. А в древние времена крестили как? Ну, обнаженными полностью, это уже когда из купели выходил человек, то его облачали в белые ризы, то есть получается, что он ногой не сходит в купель, и там принимает крещение, и вот выходит уже, чтобы облачиться в белую ризу, как символ нового благодатного одеяния, чистой такой души, очищенной от грехов. И так как приходили лица противоположного пола, то это могло составить некое такое искушение. И вот Конон Пресвитер, ему было очень тяжело крестить девушек, потому что он был вообще-то монах, иеромонах, как бы мы сказали, монах и священник, иеромонах. А, видимо, больше никого не было в том месте, облеченном священным саном, поэтому епископ ему предписывал совершать крещение, а для него это искушение. То есть он соблазняется тем, что видит противоположный пол, тем более при крещении нужно было вот этим девицам снимать с себя одежду. Помогали, конечно, там диаконисы, но он все равно находился не так уж далеко. И вот он стал молиться, чтобы отнято было от него это искушение, и ему является святой Иоанн Креститель, говорит ему, ну, ты потерпи, вот то, как раз о чем и пишет Яков, что принимайте с терпением, да, терпение, оно приведет вас к совершенству. Ты потерпи и со временем преодолеешь это искушение. Ну, он еще немножко потерпел, а потом привели персиянку необыкновенной красоты, и он два дня, в общем, вообще отложил это крещение, не крестил ее целых два дня, потом обнаружили, что он вообще ушел. И вот когда он подымался на холм от этого монастыря своего, то является ему святой Иоанн Креститель и говорит, вот, хорошо, я тебя освобождаю от этого искушения, но знаю, что ты теряешь и венец, который мог бы получить за терпение этого искушения. И он открывает одежды Конана Пресвитера, трижды осеняет его крестным знаменем, осеняет его чресло, и в нем угасла тут же вот эта плотская брань. Он возвращается назад и крестит эту персиянку, совершенно будучи к ней равнодушен, не испытывая никакого телесного влечения. Да, он освобожден от этого искушения, вроде бы хорошо и прекрасно, но оказывается, что он не победил искушения. То есть он не прошел вот этот путь борьбы и победы, побеждения над страстью, а поэтому он и не получает этого венца. Это не значит, что Конан Пресвитер погиб и не был принят затем в рай. Нет, это значит, что просто Господь призывал его к еще большему духовному совершенству, а он не воспринял это. И поэтому вот какие-то венцы он утерял, к сожалению. Вот почему как раз Иаков и пишет, что блажен тот человек, который переносит искушение, потому что будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. А кому обещал? Любящим. То есть когда ты в этом искушении остаешься верен Богу, то тем самым ты подтверждаешь любовь к Богу. И ты проявляешь, выказываешь, что ты настолько любишь Господа и стремишься к Господу, что хоть это искушение горит в тебе, но ты выше все равно этого. Ты останешься верен Богу, так же, как мученики, которые были мучены этим огнем или железом, когда их строгали, терзали, но они все равно оставались верны Богу. Вот так же и претерпевание искушения, говорят святые отцы, это невидимое мученичество. Когда ты не идешь на поводу у страсти, остаешься верен Богу, ты проявляешь свою любовь к Богу. И это невидимое мученичество. И при этом Иаков дальше уже немножко рассматривает природу самих искушений, но не как жизненных превратностей, а вот именно уже таких наших, ну скажем, вот этих вот плотских искушений, про которые мы упомянули, ну и других искушений. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть Господь никого специально не ввергает в руки дьявола, то есть у Господа нет такой задачи нас погубить, ибо сам Господь не подвержен никакому злу, никакому лукавому помыслу, и вот он может только нам попустить, пройти через какие-то испытания. И дальше Иаков излагает вот эту мудрую мысль, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть вот внутри тебя живут твои страсти, вот от них тебе и плохо. Не Бог тебя сотворил таким. Мы родились такими отпадших Адама и Евы, у нас уже закваска греховных страстей, и душа в нашем легко скатывается каким-то плотским пожеланиям, греховным мыслям, склонностям всевозможным. Но если мы в себе начинаем культивировать греховные мысли и пожелания, то они вырастут до неимоверных размеров, вот просто как сорняки, знаете, когда вот на даче сорняки, допустим, если их вовремя-то не выпалу, они поначалу там маленькие, мягкие, то они потом становятся такими прочными, что их уже тяжело вырвать, корни их укрепляются. Вот так же и всякая такая и плотская страсть, и какая-то греховная, и помысл гордости, и уныния, любая другая греховная страсть, она начинается с чего-то маленького. И пишет Иаков, «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть похоть или прихоть, которая живет внутри испорченной души, она, если ты ей не сопротивляешься, приведет ко греху. А грех – это что? Грех – это смерть, и человек перестает испытывать подлинную радость, то есть как будто что-то в душе у него закрывается, уже что-то такое темное, потом он ищет всяких таких мирских увеселений, чтобы немножко отвлечься, как-то немножко развеселить себя. Но все это всего лишь смерть, которую не может распознать сам грешник. И после этого апостол Иаков уже проходит к чему-то противоположному, переходит к противоположному, к добродетелям, и говорит, что, да, мы можем, конечно, побеждать это, то есть хотя в нас есть грех, но нам и дано от Бога нечто доброе. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». То есть всякое добро, которое может иметь человек, добрые мысли, творчество, способность к какому-то созиданию, в общем, все таланты, которые есть у человека, они именно от Бога. Причем Бог здесь назван Отцом Светов. Отец Светов что означает? Вообще Свет, вот как святитель Григорий Богослов говорил, что это ангелы, ангельские силы. Вот сам Бог есть свет, и ангелы, они тоже светы, вторые светы. Есть свет первый, нетварный, несозданный свет, то есть Господь Бог, а есть светы вторые, то есть ангельские силы, которые отражают себе свет нетварный, свет божественный. И вот как вот эти ангелы отражают себе Божий свет, так и человек, сотворенный Богом, Он тоже призван отражать в себе вот нечто доброе, потому что всякое добро, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно, не сходит свыше от Отца Светов. Вот человек ведь образ Божий, а Господь и есть подлинный свет, подлинное добро, подлинная любовь. И проявление в человеке добра, любви, милосердия – это тоже проявление чего-то Божьего. И вот нужно понимать, что не сами мы по себе, вот как знаете Леонардо да Винчи, он не только был такой талантливый художник, изобретатель и так далее, он еще сочинял притчи, и вот у него есть такая притча про зеркало, которая гордилась тем, что находится в королевской комнате, и зеркало гордо рассуждают, о, какое я великое, во мне даже сама королева отражается. Но отошла королева от зеркала, и зеркало тут же опустело. Вот человек – это тоже образ, который отражает в себе нечто Божие. И если мы будем гордиться и замыкаться на самих себе, то очень быстро мы потеряем эти Божьи таланты, которые даются нам. Очень быстро мы все это просто вот куда-то уничтожим. Вот мне рассказывали про одного молодого человека, который бросил курить, и вот когда он бросил курить, то он в туалете, там на дверь прилепил сигарету, он ее перечеркнул и написал «Я сам». Но прошел один год, и он опять начал курить. Вот так вот обернулось вот это «Я сам». Человек не может сам своими силами победить свою испорченную природу. Это возможно только через Бога, потому что Господь творец всякого добра и подаятель всякого совершенного дара. И вот апостол Иаков для того, чтобы подтвердить вот эту истину, продолжает. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Вот эта мысль, она поначалу кажется совершенно неясной, это о чем тут восхотев. Ну, понятно, что когда Господь захотел, то он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. То есть Господь все сотворил весь мир, но призывается быть первым именно человек, как венец творения. А что же это за рождение? На самом деле здесь идет речь о духовном рождении. Которое Господь по своей благой воле дарует человеку, в частности вот через таинство крещения. А это ведь апостольский век, когда пишет Иаков. И вы вспомните, как изменились сами апостолы, когда сошел на них Святой Дух. Они тут же потеряли весь тот земной страх, который испытывали перед иудеями, весь тот трепет человеческий. Они обрели благодатную силу и стали на разных языках проповедовать. То есть это стали новые люди, когда крестили они следующих, и те обретали особые благодатные дары. И вот это вот рождение в Духе Святом, об этом и пишет апостол Иаков, чтобы человек был подлинным начатком всех созданий Божьих. Конечно, сейчас, может быть, покажется, что благодатные дары крещения не так ярко не проявляются, но они тоже есть. Человек тоже обретает эту удивительную, чистую, обретает непорочность в таинстве крещения. Ему прощаются все грехи. Он становится чадом Божьим, то есть он действительно рождается в таинстве крещения. И это вот дар как раз благого Бога, потому что всякое добро именно от него, от Отца Светов. Ну, а что из этого следует? А из этого следует соответствующая жизнь. И Иаков продолжает. Ну вот не зря человеку дано двое ушей и один язык, чтобы мы в два раза больше слушали, нежели говорили. А в некоторых наоборот, они говорят и говорят, а слышать не очень собираются. А вот Иаков пишет, что человек да будет скор на слышание, медленно слова. Для чего? Для того, чтобы не произнести какого-то лишнего, скверного слова. И тут же он уточняет, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьи. В общем-то, в основном люди притыкаются именно на этом, через постоянную вспыльчивость. И везде, и дома, и с детьми, и на дорогах, в этих пробках. Человек не выдерживает, он уже возгорается гневом и через слова начинает все это выплескивать, всю эту грязь. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. То есть, каков плод и какова цель христианской жизни? Это сторониться вот всякой нечистоты и скверны, застрявшей в этом грешном мире, и принять в кротости насаждаемое слово, то есть слово Христово. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Сейчас, конечно же, особенно вот наш век, это век такой информационный век, при избытке информации, когда информация, она льется со всех сторон. Она и через рекламу идет на различных стендах. И везде мы едем, очень много людей, попутчиков, и кто-то что-то говорит, да, или даже то, что мы смотрим, мы уже получаем огромный поток информации. Когда мы видим людей в мирской одежде, лишь изредка мы видим храмы, купола или священнослужители, отовсюду средства массовой информации вливают нам поток. И получается так, что человек это бесконечно такой потребитель, который потребляет, 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 вот, и точно так же начинает относиться и к духовным истинам. Он их просто слушает, что-то воспринимает как интересное, что-то вот как скучное, но, к сожалению, с трудом исполняет. А суть-то христианской жизни не в том, чтобы слушать, а в том, чтобы исполнять. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Вот, то есть, он немножко покрасовался перед зеркалом, посмотрел на себя, и потом пошел, и уже мысли заняты у него чем-то другим. Ну, самого себя немножко похвалил, вот какой я красивый. И, конечно, в этом несерьезном отношении жизнь человека не может меняться в лучшую сторону. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем». А это что за закон? Совершенный закон свободы. Это Евангелие. Это благая весть. Весть именно о свободе, свободе от греха. Вот кто вникнет в него и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В общем, братья и сестры, мы потихонечку заканчиваем чтение первой главы. И вот на этих словах апостола Иакова мне хотелось бы сделать особый акцент, «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Вот давайте мы просто честно, честно, непредвзято посмотрим на самих себя, что проходит у нас через нашу речь, что у нас постоянно на языке, и обуздываем ли мы свой язык. Вот христианство, оно как раз познается через слово человеческое. Вот какое у тебя слово, что в слове, то значит и в сердце. И от этого зависит, действительно ли есть в тебе хотя бы крупица благочестия. Поэтому постараемся хотя бы немножко очищать нашу речь, а лучше произносить молитву Иисусу, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или грешную, чем очищать нашу речь. И последний стих, которым Иаков завершает первую главу, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть чистое и непорочное благочестие, но, собственно говоря, в этом и должна выражаться христианская жизнь. В чем? В том, чтобы сердце обтаяло, чтобы оно не было таким жестоким, таким закостеневшим, как это обычно у нас бывает. Сказано, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. То есть если ты действительно видишь и знаешь, что человек в страшной нужде, и вот у тебя сердце, если не оттаивает, то значит далек ты от Бога. Смысл христианства в том, чтобы оттаило сердце. И вторая задача, это, пишет Иаков, хранить себя неоскверненным от мира, от вот той всей грязи, лжи, лукавства, подлости, пошлости, которые постоянно проходят через, да через все, что мы наблюдаем в миру, и через средства массовой информации, через образ поведения, жизни, фильмы, игры и так далее. И вот важно себя сохранить в чистоте от этого, потому что без этого не обрести неподлинной радости, неподлинной свободы. И дай Господь нам всем быть причастны все-таки к настоящей радости, которую призывает нас и апостол Иаков. И на этом мы завершаем рассмотрение первой главы соборного послания апостола Иакова. Храни вас Господь! До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok